Об итогах работы прокуратуры Севастополя за прошедшую неделю мы рассказываем в рубрике «Прокурорский надзор». За рабочую неделю с 17 по 21 декабря сотрудники ведомства провели 28 проверок. По итогам прокурорских проверок следственными органами возбуждено одно уголовное дело. Работники прокуратуры приняли участие в 260 судебных заседаниях. Для разрешения в прокуратуру поступило 437 обращений граждан и юридических лиц. О некоторых выявленных нарушениях действующего законодательства, которые удалось пресечь, мы расскажем в коротком обзоре. Сразу два дела, касающиеся невыплаты алиментов, рассмотрели суды Нахимовского района. Местного жителя 1989 года рождения признали виновным в неуплате средств на содержание детей. Это уголовное преступление. Без уважительных причин в нарушении судебного решения не выплачил средства на его содержание, в результате чего образовалась задолженность. Суд назначил подсудимому наказание в виде трех месяцев исправительных работ. Интересно, что во втором случае алименты не выплачивала мать, женщина 1973 года рождения. Суд лишил женщину родительских прав и обязал ей выплачивать алименты в пользу несовершеннолетнего сына. Однако злоумышленница без уважительных причин не выплачивала средства на содержание ребенка, за что была привлечена к административной ответственности. Женщине суд назначил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. При этом пять процентов зарплаты обоих нерадивых родителей будут обращены в доход государства. В столовой средней школы номер 49 проверили исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Проверка установлена, что качество питания в школьной столовой соответствует установленным нормам. Однако имеется ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся, утвержденных главным санитарным врачом Российской Федерации. Выявленные нарушения касались обязательных требований к организации питания школьников, санитарной обработке посуды и одежды сотрудников столовой. Индивидуального предпринимателя, который предоставлял услуги школьникам, обязали устранить нарушение. Также его может оштрафовать Роспотребнадзор.